всем привет друзья я максим комбат ватриев и выступаю с вами в этом блоге с очередной бизнес истории с новой мотивации в прошлом выпуске мы с вами говорили про мотивацию сейчас копнем немножечко глубже потому что тема это очень интересная вот как вы считаете какая мотивация сильнее внутренняя или внешняя давайте про это разбираемся конечно же внутреннее ярче внутреннее ярче человек когда хочет чего-то сам у него все горит его телевизор внутри его не надо подгонять словами давай давай только попробую разбудить желание в сотрудники я точно знаю что это очень тяжело и стоит больших усилий поэтому я считаю что внешне мотивация гораздо ярче и мощнее но в общем то именно с внешней мотивации часто начинается и внутренняя и давайте расскажем одну историю который это подтверждает это было очень давно в мае 4 года я очень хорошо это помню период потому что я был крутым продавцом тогда был внутренний конкурс по итогам квартала был номером один в рейтингах и уже за неделю до кончания квартала выполнил свои нормативы сто процентов все я красавчик я счастлив я важно не как павлин хожу по офису выхожу на улицу там весеннее теплое солнышко и там стоит где-то в сторонке мой руководитель отдела продаж роб да понурив голову и курит печально я не подхожу говорю что случилось почему грустите она мне вот это молодец батаре это все же сделал даже больше все все рекорды там побил а вот остальные наши меня подводят я без премии сижу квартальные уже полгода в этом квартале судя по всему тоже премию не получу а у меня внутри все забрулило как так что за несправедливость я работаю в лучшем отделе с лучшим руководителем мой руководитель без премии да я сейчас всех порву и выяснилось что не хватает 6 продаж на премию ягод 6 продаж это ерунда расплюнуть но на самом деле 6 продаж в нашем бизнесе в том это нормальный результат за квартал сотрудника а мне оставалось всего лишь одна неделя да и моя клиентская база между прочим выжата как лимон после напряженной работы от нее ничего не осталось но с другой стороны есть супермотив меня есть мой любимый руководитель я готов но ради нее на подвиг и оставшиеся пять дней прошли у меня просто не знаю очень энергично давайте так скажем я носил скруг горелый по всей мазке идет переговоры с клиентами 5 клиентов достал из-под земли можно сказать 6 не могу найти ну все не могу найти всю москву и стоптал никого нету и вот пятница утро я за неделю такой измочален и уставший открывая нашу базу с простенькую в сотый раз листаюсь скроллом и смотрю натыкаюсь на небольшую компанию которая продавала бады и у нас была одна встреча и помню хорошо вот какой-то слабый интерес собственник проявил и больше никаких пометок нет больше контактов не было я думаю последняя надежда быстро одеваясь в быстро мчусь в этот офис там ремонт там никого нету компания съехала я к бригадиру узнаю бригадир и контакт человека который знает контракт другого человека который знает куда они переехали в общем через час я уже мчусь в новый офис компании все про них узнал ну и вообще моему удивлению честно говоря не было предела когда я к ним приехал потому что за это время они стали другой компании они уже перестали продавать бады начали продать финансовые инвестирования ну само по себе это было забавно да люди только-только начинают свою деятельность еще даже мебель они до конца не расставили уже в новом статусе и тут я забегаю к ним радостный в офис предлагаю заключить с нами договор директор компании обалдел мягко говоря но когда он узнал каким образом я его нашел он просто встал и начал меня аплодировать по-настоящему и вот эту платежку которую мне оплатили я вез чуть ли не над головой держал потому что это самое наверное драгоценная продажа была в моей жизни и я понял что человек именно в тот момент понял может гораздо больше если он делать не для себя для кого-то другого внешний мотиватор это все-таки гораздо более сильный мотиватор для любого человека а теперь друзья по традиции давайте подумаем как мы тогдашнюю задачу простила установленная на компьютер битрикс 24 серым допустим такой ситуации бы даже не возникла честно говоря ну я считаю что если бы битрикс стоял у моего ропа он бы не сидел бы без премии и понурив голову не курил бы на улице но я скажу так что в той ситуации был подвиг совершен по сути моя настойчивость да если бы не она и я могу забить на эту ситуацию и упустил бы клиента но если мы вернемся сначала взаимоотношения с клиентами и представим себе что наставил битрикс 24 серым ситуация развивала бы совсем по-другому вот смотрите в четвертом году до я коснулся клиента его и законсервировал посуде потому что отложил все переговоры на потом были более теплые более лояльно расположены клиенты более заинтересованные и сам клиент инициативы не проявлял поэтому можно было оставить в покое и клиента по сути мы бы потеряли если бы ставил битрикс 24-серым такой ситуации в принципе не может быть не могло бы быть и случится потому что если контент клиентов в базу занесены, он сам напоминает клиенту себе, автоматически отправит письма, смс-рассылки, голосовые сообщения, показывает персонализированную таргетированную рекламу в Яндексе, Гугле, Фейсбуке, Вконтакте, Инстаграме и так далее. В общем, я скажу так, будь у нас тогда в 2004 году подобные возможности, я уверен, что этот контакт был первым в базе, он был уже подогрет и разогрет, и тогда компания, которая занималась распространением БАДов, а потом начала заниматься финансовым инвестированием, купила бы у нас первые. Я уверен, что прошло бы все успешно. Но правда, ситуация поучительная, если бы она не случилась в моей жизни, я бы так, может быть, никогда бы не узнал, какая мотивация наиболее сильная, внутренняя или внешняя. Ну, пусть это будет такая шутка, на которую, скорее всего, они не засмеялись. Ну, друзья, ладно, пока все, до встречи здесь же, в блоге. Вы знаете, что мне всегда есть о чем рассказать.